Компания «Росатом» организовала пресс-тур для региональных журналистов. Представители СМИ проинформировали о том, как реализуются перспективные проекты. Особый интерес представляла площадка, на которой строится многоцелевой реактор на быстрых нейтронах. Вести из города атомщиков привез Эдуард Истомин. На реакторе «Мир» высота активной зоны 1 метр. Здесь моделируют различные аварийные ситуации, экспериментируют с оболочками и конструкционными материалами, а еще испытывают топливо. Делают это путем облучения. Самое, наверное, интересное – это испытания для транспортных космических реакторов. Подробности рассказать не могу. В перспективе планируется создание космических кораблей с ядерными двигателями. Но там уж куда они полетят на Марс, на Венеру и Юпитер, это не знаю. Другое направление – получение радионуклидов. Их используют в различных сферах жизни. Взять хотя бы молибден-99. Без него немыслима диагностика рака. Изотопные препараты, например, молибден, нарабатываются в мишенях подобного типа. Период полураспада изотопа 66 часов. Он превращается в технецей, которая живет 6 часов. А значит, исходный радионуклид нужно быстро поставлять в клинике. В институте рассчитывают на новых игроков на рынке авиаперевозок. Но не забывают и о других направлениях. Стронций-89 – палеотивный изотоп, который используется для обезболивания прикосных метастазов. Кроме того, мы делаем йод 125, который используется в таких вот сидах, в маленьких зернышках, внутри зернышек, для лечения опухолей простаты. В институте рассчитывают на ускорение деятельности. Ставка делается на многоцелевой реактор на быстрых нейтронах. Поток нуклонов в полтора раза выше, чем на реакторе Бор-60. Новую установку хотят запустить в следующем десятилетии. Смонтировано 80 на 1000 кубических метров железобетонных конструкций из 190 тысяч. Также дополнительно, сразу видно, наверное, что уже установлена опалубка под следующую заливку. Это еще примерно на 1000 кубических метров. Новый реактор предусматривает разные виды теплоносителей. Среди них натриевые, свинцово-висмутовые и газовые. Основная цель установки – получение замкнутого топливного цикла. Ради этого в институте разработали проект под названием «Прорыв». Реактор, работающий на нитридном топливе, производит за момент облучения, мы же помним, что 38-й уран облучаясь, превращается в плотонии, производит столько же топлива, сколько в него было загружено. Речь идет о переходе на новый тип реакторного горючего. Подобный расклад позволит оптимизировать деятельность реакторной установки. По мнению ученых, нитридный тип топлива более перспективен, чем оксидный. Эдуард Истомин, Герман Баранов, Вести Ульяновск, из Димитровграда.